Часть третья. Образ жизни, основанный на трех поручениях или предписаниях, это материал для анализа на базе всего канона, на базе текста Писания в целом. И наша задача увидеть наличие, говоря в общих чертах, трех мандатов или трех поручений. Культурного мандата, бытие один, нравственного или морального мандата, или заповеди любви, возлюби Бога и ближнего, а также учительского мандата или великого поручения. Идите и научите все народы. Бытие один, Матфея 22, Матфея 28. Надо сказать, что понимание этих поручений, как они раскрываются в библейской истории, позволит нам, наконец, увидеть, каким образом связаны между собой понедельник и воскресенье. Увидеть самим или разъяснить кому-то еще, если мы занимаемся преподаванием Библии. Один из моих товарищей и коллег, с которым мы долгое время вместе преподавали в семинаре, именует это взаимосвязью воскресенья и понедельника, которое в жизни многих христиан, увы, не наблюдается. Быть благочестивым куда легче в воскресенье, чем в любой другой день недели. Поясню, что я имею в виду на конкретном примере. На протяжении ряда лет я возглавлял колледж, который объединял в себе два заведения. Богословский колледж и университетский колледж. Университетский колледж Ридли относился к университету Мельбурна. Относился к австралийскому богословскому колледжу. Консорциуму из примерно 30 колледжей. Богословских колледжей. Таким образом, это заведение набирает два разных потока студентов. В нем два преподавательских состава, но при этом один орган управления и один директор, то есть я. Моя задача заключалась в том, чтобы понять, как выполнять обе эти работы в христианском русле. В свете понимания библейского свидетельства, это для меня выглядело примерно так. Со стороны университета, где у нас обучалось основное студенческое звено, то есть студенты от 18 до 22 лет, на первый план выходил культурный мандат. То есть мы формируем у людей качество Божьих творений, учим их управлять и обладать землей, наполнять ее и так далее и тому подобное, опираясь на нравственный мандат. Чем бы вы ни занимались, наукой, реформацией и так далее, делайте это из любви к Богу и ближнему. И уж совсем скромная часть отводилась к учительскому мандату. Так как для большинства этих студентов христианства не было жизненной позиции, данный аспект оставался на уровне благовестия. Таким образом, первые два мандата были ведущими, тогда как последний – фоновым. При этом ученический компонент чаще всего реализовался посредством занятий по изучению Библии, выступлений известных христианских ораторов, а также свидетельств студентов-христиан о своем обращении к Богу. Что же касается Богословского колледжа, то первоочередную роль здесь играло великое поручение. С опорой на нравственный мандат студенты были призваны благовествовать, исходя из любви к Богу и ближним. Культурный же мандат, да, также учитывался. Так их учили тому, что если ты вступаешь в брак, то с человеком, а не со служением. Тем не менее, на первый план выходило ученичество и заповедь любви, тогда как культурный мандат оставался на заднем плане. Это понятно, что касается учебного плана, основных приоритетов и тому подобного. Так вот, по моим наблюдениям, вы можете согласиться или нет, но по моим наблюдениям, после обучения в подобного рода заведениях, выпускники возвращаются в свои церкви и ожидают такого же поведения и образа мышления от обычных прихожан. Но с моей точки зрения, это категориальная ошибка, ошибка библейского богословия, которая приводит к формированию у Божьего народа серьезного комплекса вины. Так вот, нередко заявляют, ты работаешь прежде всего, чтобы благовествовать. Вот такая формулировка. Или ты зарабатываешь, чтобы благовествовать мог кто-то другой. Вот отсюда, по-моему, и возникает такой перекос восприятия. Поэтому, занимаясь обучением паства, необходимо отдавать себе отчет в том, что большинство людей находится, скорее всего, в этой категории, а не в этой. В противном случае, мы будем пытаться сделать из прихожан эдакое мини-духовенство. Ну что же, это мое восприятие того, как реализуются вышеобозначенные поручения или мандаты. Если мы, как проповедники, будем это учитывать, тогда помочь людям перебросить мост от воскресенья к понедельнику мы сможем с высокой вероятностью успеха. И наоборот, у нас вряд ли что-то получится, если единственное, к чему мы их призываем, быть вечером в церкви пять дней в неделю, потому что это верный признак добропорядочного христианина. Позволю себе еще одну историю с нашего пятничного тренинга. Двейн Элмер, профессор, преподаватель по христианскому образованию, многим из вас его имя хорошо известно, провел тренинг у преподавательского состава. Так вот, у него очень интересное служение. Он выступал в роли консультанта в примерно 25 богословских учреждениях в разных странах мира. В каждом из заведений он просил огласить главные цели, которые распределялись по трем категориям. Цели обучения, преподавания учебного материала, цели формирования компетентности, то есть умений и навыков. Учебный материал — это Библия, богословие, история церкви и тому подобное. Компетентность — это проповедование, душепопечительство. И последнее — цели формирования личностных качеств. В чем заключаются они? Итак, 25 богословских учреждений в разное время в разных странах мира. Что касается образовательных целей, то, как правило, их насчитывалось порядка 22-25. Они охватывали тот объем материала, который заведение стремится передать своим студентам. Как вы думаете, сколько целей в среднем составляли вторую категорию? Компетентность. Предположения есть в среднем? Сложно сказать. Догадаться, наверное, непросто. Далеко не так много. 4-5. А третья категория — формирование личных качеств христиан. Из 25 заведений — ноль. В евангельской традиции, я знаю, мы можем забывать о нравственном мандате. Но так быть не должно, ведь в Первом Коринфянам апостол Павел говорит, «Если отдам и тело мое на сожжение любви, не имею, нет мне в том никакой пользы». Таким образом, богоугодная жизнь — тема важна. На самом деле. Вопросы по этой теме есть, прежде чем мы перейдем к семинару. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok